Продолжение следует... 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 Смотрите в глазури фрукты. Не трогайте руками, кто арестует вас. Смотрите в глазах. Смотрите в глазах. Бонжур. Так, руками не трогать девочки, ничего. Только глазками смотрим. Так, руками не трогать девочки. Так, руками не трогать девочки. А вот лимончики, смотрите. А это маленький прелесть. Так, рыночек. Пять евро деревянная. Не знаю, что это. Бонжур. Бонжур. Сейчас я вам покажу. Бранцузский туалет. Проходите. Туалет для девочек красивый. А я не ею, я снимаю картины. Картинки. А ну, подвинься. Прям в таком туалете и посидеть можно. Это ихний храм. И заглянули, там идет служба. Ой, как высоко. Вот такие огромные. Вот оно, Французское море. Красивучее. Четыре дня назад здесь, говорят, что купались. Просто сейчас циклон прошел. И сегодня настоящая для них зима, хотя уже жарко. Ну, купаются, еще плавают. Камил, плавать пойдем? Видишь, купаются. Да. Пойдешь, королюсь? Да. Да ты у меня герой. Кто бы сомневался в тебе. Не-не, прямо идем еще. Мы же группу свою догоняем. Вон, видишь, тоже купаются, раздеваются. А дети пошли воду пробовать. Сладкие мои, холодно. А ну, Федор, сводка меня. На полное море. Полный рост. Сейчас, наверное, на полное море. Хочешь. Пойдем. 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 Ну, я думаю, я сейчас уже. А. Каролина, брось камушки, брось. Королюся, брось их! И это здание было построено для казино в конце 19 века. Это здание, дворец, называется дворец Средиземноморья на Витеране. И это здание, где было построено в конце 19 века первое казино Ниццы. Но это здание после реставрации, и там находится и казино, и там строили также номера для отеля. Мы подъезжаем с вами к знаменитому отелю Негреско. Это белоснежный фасад прямо перед вами с розовым куполом, 1912 года. Андрей Негреско, он работал директором ресторана Ницского казино в конце 19 века. Но в Ниццу начали приезжать аристократы. До Первой мировой войны Ницца была маленьким салоном. Ницца была европейской зимней столицей для всего высшего общества. Здесь все европейские короли и королевы отдыхали. И у Андрея Негреско появилась идея построить вот этот фешенебельный дворец. Но у него не было много денег. И его спонсором стал этот отель. Принадлежит женщине Жанне Ожьер, которой 95 лет исполнилось в этом году. Смотрите направо. Главный вход в отель с правой стороны. Фешенебельный фасад. Стиль этого отеля Art Nouveau. Вы видите на фасадах лепнину, естественное украшение в виде лепесточка, в виде кружева. Это элементы архитектурного стиля Art Nouveau. Этот стиль в Ницце превалирует. Там, где вы видите современные дома, современные здания, они были построены в основном в 70-е годы на том месте, где раньше были виллы. Построены для аристократов в 19 веке. Но во время Второй мировой войны, я напомню, здесь были немцы, бомбили Ниццу также. Поэтому многие вот эти элегантные здания, они были повреждены. Значит, мы с вами едем в сторону аэропорта. А вы видите красивый дом с правой стороны, также в стиле Art Nouveau построенный, да? И в этом доме жила семья по фамилии Башкирцевых. Наверняка вам фамилия Башкирцевая о чем-то говорит. Мария Башкирцева. Она девочкой приехала в Ниццу. Ей было 3 годика. Ее семья аристократическая из Полтавы, из Полтавской губернии в Ниццу приехали. И Башкирцева, она ходила в школу в Ницце, затем она закончила Академию художеств в Париже, и она стала художницей. Французский самый известный музей находится в Париже, он называется Лувр. И вот Лувр приняла картины первой женщины-художницей Марии Башкирцевой. Мария Башкирцева, она прожила всего-навсего 24 года. Она умерла из-за туберкулеза. В Париже там другой климат, она там заболела. И в Париже она похоронена. Но в Ницце Мария Башкирцева познакомилась с еще одной семьей. Смотрите направо, вот это здание с правой стороны с флагом. Это университет. В Ницце есть университет, но это административное здание. Факультет, их всего 10. Они в разных уголочках города Ницца расположены. И в Ницце в конце 19 века поселилась еще одна семья из полтавской. Точная отель, например, как фамилия. В этот период времени на двоих стоит ровно 40 евро. Туристы часто спрашивают, а можно ли в Ниццу приехать и в отель остановиться. Конечно же можно. Только июль-август это высокий сезон, когда цены высокие. Но в остальное время года это низкий сезон. И есть отели очень даже приемлемые. На приемлемые бюджетные цены. Присмотритесь. Впереди с левой стороны, прямо у моря, видно такое стеклянное круглое здание. Это терминал 2 для внутренних рейсов используется. И 5 рейсов в день есть в Париж. Поэтому если когда-нибудь вы в Ниццу приедете в отпуск, Русланчик направо едем. Она здесь постоянно живет. Мы едем на парковочку. Вот там, где все автобусы стоят слева. Выйдя из парковки, за автобусами сзади... Дай пройдите люди. Мы зашли в магазин. Русланчик решили купить шарфики. Красивенькие. Память о Франции, да? Я королеву магазина. Ой, она можно по отдельности? Мы один. Мы вместе королевы магазина. Баримач. Мы королевы магазина. Ага, королевы магазиновка. Пять. Нету? Нету. Покажите покупки. Маме. Спасибо. Спасибо большое. Пока-пока. Пока-пока. Голливуда. Голливуда. Тут люди звезды Голливуда. Голливуда ходят по этой красной дорожке. Проходи наверх. Три звездочки. Повернитесь ко мне. Теперь можете выше пройти. Все, сейчас я вас сфотографирую. Тормозите. Так, сейчас мы находимся в Сан-Тропе. Мы только что были на берегу моря. Камилочка наступила ножкой в море. И недовольная в слезах идет назад. И здесь у нас пальмочки. Очень красивый обзор. Мама, а тут можно по тролле ходить? Ну, вообще нельзя. Я тут хотела тебе цветочек сорвать. Тут нельзя цветыр? Нигде здесь срывать нельзя. А мы говорили всем привет, да? И что, не говорили в Сан-Тропе? Как же дальше идет? Ну, всем привет, в общем. Мы в Сан-Тропе. Холодно, Камила? А тут ходят звезды по красной дорожке. Мы здесь все же сфотографировали. Мы здесь все же сфотографировали. Пальмочки такие красивые. Мы здесь все же сфотографировали. Ну, иди к нашу. Королюш, давай ручку. Камил, догоняй. Камил, догоняй. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...